Сегодняшнее утро для украинцев началось со звука летящих российских дронов Герань-2. И сегодня практически на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Также беспилотники были замечены в небе над Киевом, в районе Винницы и Житомира. И предполагается, что целями для дронов опять стали объекты энергетической инфраструктуры. В Киеве с утра были слышны хлопки, однако киевские власти молчат. Также был нанесен удар по Херсонской областной военной администрации. Кадры этого попадания вы можете увидеть в моем телеграм-канале. Ссылка будет в закрепленном комментарии и в описании к ролику. Однако, в любом случае, шило в мешке не утаишь. И с самого утра поступила информация, что российские беспилотники были замечены в районе Дарницкой ТЭЦ в Киеве, а также на Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области. При этом запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК БУК, которые используют украинские войска для отражения российских ракетных ударов, истощаются. А купить новый невозможно. Газета Financial Times отмечает, что закупка дополнительных ракет для С-300 или БУК, производящихся в Российской Федерации, невозможно. А найти дополнительные доступные запасы на мировом рынке оказалось сложно, за исключением партии, полученной из Словакии. А тут еще генеральный директор американской компании Raytheon Грег Хейс сделал заявление, что США за первые 10 месяцев боевых действий в Украине израсходовали очень много запасов и теперь нечем поделиться с Украиной. Если точнее, то это были 13-летние запасы ПЗРК «Стингер» и 5-летние ПТРК «Дживелин». Поэтому теперь вопрос заключается не столько в том, чтобы поделиться с Украиной, как в том, как эти запасы пополнить. Запасов нет, а за стол переговоров садиться не собираются. А между тем, вчера два раза по всей Украине громко выли сирены воздушной тревоги, которые связывали с появлением в небе над Белоруссией истребителя МиГ-31К ВКС Российской Федерации с гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал», имеющей дальность поражения до 2000 км. Кстати, на днях канцлер Германии Шольц сказал, что с Путиным приятно вести переговоры, потому что Путин очень вежливо разговаривает. Шольц говорит, что учил русский язык, но кроме нескольких букв алфавита в голове ничего не застряло. Я даже догадываюсь, какие именно буквы Шольца застряли в голове. Их было, наверное, три. Первая Х, вторая У, ну а третью вы и без меня знаете.